Всем привет, друзья! С вами Ирина. Сегодня покажу вам бегло свои орхидеи. Сейчас они у меня стоят на поливе. Вот, замоченные водичкой. Поливаю я их где-то раз в две недели. Замачиваю на несколько часов. Потом всю воду полностью сливаю. Но в этот раз мне пришлось еще поставить одну орхидейку на реанимацию. Потому что с ней случилась вот такая беда. У нее детка начала подгорать на солнце. Видите, какие ожоги прям. Вот, я вовремя не заметила. И в принципе вот вся она потеряла бедненькая Тургар. Это мама, у которой точка роста завершила, в общем-то, свой цикл. Поэтому она выдала детку. Но тем не менее орхидейка продолжает свисти. Распускает бутончики. Корни у нее начали отгнивать еще осенью. Это старые корни, которые были еще магазинные. А новые она так и не успела еще нарастить. Вот, что с этого осталось. Это, в принципе, нормально. Новые корни скоро пойдут. Поэтому на реанимацию я поставила вот так. Кончиком корешка вниз в водичку. И так она у меня будет стоять. Я буду подливать водичку по мере надобности. Вот. Так что думаю, что она должна скоро немножечко хотя бы прийти в себя. И с еще одной орхидеей тоже случилось подгорание на солнце. Моя бедная Леодора. Она стояла на другом окошке. Все было замечательно. Окно притяненное деревом. Но однажды я пришла в обед домой с курсов немецкого языка. И увидела, что за окном дерева нет. Это был для меня ужасный шок, стресс. Как это так? Потому что это дерево давало нам такую тень летом. И на балкон, и на весь угол дома. Там, в принципе, стояло не одно дерево, а пять деревьев. В общем-то, все их спилили. И вот буквально за полдня солнце так жарило в обед, что Леодора успела подгореть. Вот у нее появилось маленькое пятнышко. В принципе, не такое большое. Но сама шейка стала немножечко такой светлой и сухой. Вот здесь тоже такое сухое, маленькое. Ну, как не пятнышко, а сама шейка такая светленькая. Светло-желтая. Я за ней, конечно же, наблюдаю. Вроде бы ничего такого больше не происходит с ней. Все хорошо. И вот она растит цветонос или детку, не знаю, почку, в общем-то, активировала. Так что, друзья, вот такая вот незадача у меня теперь с окнами. Нужно теперь как-то притенять. Я думаю об обратных шалюзях, которые скрепятся на нижнюю часть окна и наверх шторка поднимается. Вот надо такую посмотреть, наверное, и прикупить. Так, вот эта вот орхидейка у меня продолжает свистеть. Красавица. И здесь вот рядом с ней та, которая растет. Сейчас покажу. Вот эта азиаточка, которая была еще деткой в прошлом году. Вот у нее такие огромные корни. Длинные, длиннющие. Вот тоже. В общем-то, она захватила себе весь горшок. Вот это тоже ее корень. Когда вот эта орхидейка цветет, я буду все пересаживать, рассаживать. Посажу азиаточку в отдельный горшочек. Вот. И, собственно говоря, мы все посмотрим. Все посмотрим, какие у них там корни, что с ними случилось. Растут они у меня, если кто не знает, в пенопласте. Сухое содержание в пенопласте, без грунта. О моей всей системе посадки орхидеи смотрите вот весь плейлист. Там все, все есть, все подробно. Вот мои желтенькие цветут. Это мне подсказали, как она называется. Желтый шоколад, по-моему, на русском языке. Вот. Очень вкусно пахнет цитрусом. Видите, такие цветочки красавчики. Когда я ее покупала, девочки и мальчики, название у этой орхидеи еще не было. Она шла просто под названием новинка. Вот. А теперь, конечно, им, новинкам присваивают название. Это до сих пор цветет везуиус. Красавец вообще. Очень необычный цветочек. Тоже азиат. Вот он такой. Большие бутончики пока не наращивает. Сзади тоже очень красиво смотрится. Попкорн покажу вам издалека. Вот он отцветает потихоньку. Все, что осталось. Мини-сога-готрис. Вот вырастил цветонос. У него всегда длинный, вытянутый цветонос. И на верхушке уже цветочки. Вот он такой. Длиннее, чем у миди. Цветонос будет выше. Так, самые вкусняшки сейчас оставим на потом. Ну, дерево тут в кадр не влазит. Вот дерево. Давайте его. Звук такой, потому что у меня под стаканчиками пластиковая подложка. Из этого же пенопласта, в котором они у меня растут. Вот. Это для того, чтобы мраморные каменные подоконники не охлаждали сильно вазон. Они просто на горячий пистолет там приклеены. Можно в любой момент их снять. Вот красавица. В общем-то, цветет. Так и держится. Раскрыты все цветочки. Ничего никуда пока что не отцветает. Вот такое дерево уже. Ну, и поливается она у меня там. Все мокрое. Все в воде. Корни, корни, корни. Скоро корни уже пенопласт выкинут из горшка. Поэтому скоро уже просто будет она у меня сидеть практически без пенопласта. Ну, и самые вкусняшки. Вот видите, отваливается. Я пока так ставлю. Это Рассвел Дендробиум Нобили. Вот с такими огромными цветами. Там первый цветочек он уже побольше. Уже дорос побольше. Конечно, прикол в том, что вот так он стоял у меня к солнцу. А все бутончики у него повернуты наобратно в комнату. Поэтому он цветет у меня сюда, внутрь куста. Вот эти тоже будут внутрь куста цвести. Вот эти вот тоже расцвели внутрь. В общем-то, в следующий раз я буду его ставить как бы другой стороной куста к солнцу. Чтобы он свел у меня там, где есть место, там, где видно цветочки. А то так они все под листиками, в ту сторону повернуты. Вот. Вот такой он хитрый цветочек. Все остальные фаленопсисы, например, цветут наоборот цветами к солнцу. А этот прячет цветочки. Ну, цвет, конечно, очень такой нежный, интересный. Но запах, я хочу вам сказать, не очень нежный и не очень интересный. Он, да, похож на сирень, например. Но вот есть какая-то такая нотка, как будто с гнильцой какой-то. В общем, такой немножко отталкивающий аромат у нее. Хорошо, что она не на всю квартиру пахнет. Вот. Ну и внизу у нее вот кейки тоже растут. И новые корешки, кстати, толще, чем старые. Но это мы будем ее вынимать потом, когда цветет, тоже смотреть, что там с корнями. И самое интересное, это вот эта вот манипусечка. Это Joy Fairy Tail. Вот он, само растение. Тоже он корешки пустил везде. И вот он расцвел. Он сразу выдал, видите, три бутончика. Такой у него цветочек интересный. Он только сегодня распустился. Поэтому цветочек еще такой немножечко собранный, маленький. Так что он чуть-чуть дорастет. Есть у него тоже аромат. Ну, это, конечно, первый день. Не могу прям судить по нему. Ну, он вот похож на Vizuius. Такой немножечко аромат свежей травы. Плюс чуть-чуть цветочного. Ну, в общем-то, потом уже будет виднее, слышнее, какой у него аромат, когда он дорастет. И вот Замбия, которая тоже сидит в этом же горшочке, она там себе пускает корешки вовсю. Вон, куча корешков. Вон там у нее корешок. Везде пускает. Вот так что после цветения, не знаю, когда это будет. Он только сегодня распустился. Но тоже когда-то же мы будем его все-таки пересаживать, смотреть. Вот они все стоят в водичке. Видите, всплыл пенопласт. Вот. Но у него там был запас. Но этих вот тоже всплыл пенопласт. Смотрите, какой там толстый корнище. Все видно. Вот смотрите, как он вблизи. Он нежно-салатовый. С бордовым крапом. И такие розовые губы у него. Вот края нежно-салатовая. Дальше уходит в желтый. И вот сзади он такой. В общем-то, подождем пока полностью распустятся еще все три цветочка. И посмотрим, как это будет смотреться и чем пахнет. Еще покажу вам, как распустилась дальше моя фиалочка. Мои фиалочки. Их у меня несколько. Вот такой кустик. Кто не смотрел предыдущее видео про все мои растения на подоконниках, вот по ссылке сверху, пожалуйста, смотрите. Если вам интересно. Она на самом деле насыщенно-бордово-фиолетовая. На видео не сильно, конечно, видно. Вот такая. Такой прям кустик получился. Она растет. Сейчас я вам покажу, в чем она растет у меня. Чтобы не говорили, что большой горшок. Вот 250 миллилитров. Нет, 200 даже. 200-граммовый стаканчик спад-сметаны. Или просто вставленный в кашпо. Вот так. И рядышком белая тоже распустилась уже. Это распускалась. Вот такая красавица. Это моя самая любимая. Потому что она всегда цветет таким белоснежным. Еще немножко сверкает на солнышке. В общем, очень-очень красивый кустик. И это он еще такой склоченный в одну кучку. Потому что у него вон еще потенциал на распуск. Огромный. Видите? Сколько еще нераскрытых бутончиков. Поэтому он так плотненько сверху выглядит. Таким прям букетиком. Так цветут промышленные сорта фиалок. Вот таким букетом. Вот этим мне они и нравятся. Сам цветочек простой. Вот они тоже дорастают. Потом раскрываются такие маленькие. И дорастают. Но из-за того, что он цветет прям букетом. Это очень красиво. Также у меня потихонечку цветет трейлерная фиалочка. Вот такие манипусечки у нее. Цветочки. Очень маленькие. Такие прям интересные. Как будто искусственные. Вот мелкими цветочками она цветет. Ну а вкус такой большой. Видите? И когда эти цветы так гроздьями свисают, очень красиво. Это только начало она цвести. И лимончик отцвел. Оставил себе вот такой один один лимончик. Как же? Вот. Он уже немножко увеличился в размере. Не знаю решить лимон его оставить или нет. Вот он ветку нарастил огромную. Да, если вы посмотрите предыдущее видео, то вы увидите за этим окном огромное шикарное дерево. Но сейчас его, к сожалению, нет. Остались одни пеньки. Вот так. Вот такие вот дела, ребята. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было для вас интересным. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok